Всем привет! Мы продолжаем играть в Mountain Blade и сегодня мы с вами продолжаем закидывать людей в Ичамур. Так, кого сюда еще можно закинуть, так чтобы у нас не особо была просадка по силе. Давайте всадников вегир мы забросим и вот этих всех поддаем. Да, в прошлой серии мы захватили Ичамур, мы немножко повеселились возле него, тут очень много пленных бегает, ребят с пленными, вот как сейчас допустим. И мы отправляемся тоже их заберем. В любом случае воины нам нужны, мы Ичамур будем держать и для этого нужны воины. А что лучше будет, чем просто взять и набрать их из пленных? Согласитесь, это будет и быстрее, и лучше, и удобней. Да, я хотел покинуть родок, но я уже захватил четвертый или пятый город, четвертый вроде. Тир, Ялен, Боже, как его, Правен и Чамур. Вот, и сами понимаете, бросать уже столько городов не очень хочется. Я уже могу, в принципе, за место на троне побороться, еще чуть-чуть и я буду самым богатым и самым сильным в этих краях. Ну, до самого сильного, конечно, я не дойду, потому что нужны более, большое количество воинов, а если наберешь большое количество, когда у меня максимум 140 сейчас вроде, я могу взять с собой. Так, что там по показателям? Двое остались. Один убегает, второй я не знаю, где находится, потому что я его не вижу почему-то. А, его убили, понятно. Что еще такого интересного? Если мы сможем усилить и Чамур до максимума, просто набросаем туда кучу народу, так, чтобы... 9 крестьянок, зашибись, шикарно. 7 следопытов или 16 крестьян? Я заберу 16 крестьян, а дальше добью следопытами до конца, потому что... Объясню, почему крестьян, а не следопытов. Следопыты у нас это конница. Конница это хорошо, но... Но... У конницы есть один такой немаловажный аспект, который мне не очень удобен на данный момент. Я не смогу из конницы сделать пеших. А я хочу это сделать, я хочу сделать пеших воинов и забросить в Чамур. Таверна, что у нас в таверне? Пусть там у нас в таверне. Странно, но ладно. Так. Стекные бандиты отправляются сюда. 23 следопыта, как вы видите, это тоже такое. Всадников Бегир я заберу, но немножко позже. Воительница, всадник Сват. Я не помню. Он не мне принадлежит на данный момент, и Чамур, поэтому... Такое. Так. Ялэн, Джелкала... Шарис, да, они провтыкали Шарис. Это то, что я помню. Я Курав захватил. Он, насколько помню, достался мне вроде. Я... Честно, давайте посмотрим, знаете, что. О, персонажа. Ялэн, Правэн, Тир. А Курав еще никому не отдали, насколько помню тогда. Курав еще никому не отдали. И Чамур никому не отдали. Тир мой. Правэн мой. Ялэн мой. Вот тут. Замок, замок, замок. Вот. Тилбот и... Татсамеш мои. Замок Радагир моё. Элэргат. Элэрдак. Простите. Элэрдак мой. И Эмирин мой. Плюс замок Курин еще мой. Это из того, что я помню точно. Вроде больше ничего я себе не брал и не забирал. Потому что, ну... Были еще две деревни вот тут. Но они вместе с Шаризом отвалились от общей кучки, так сказать. Так, смотрим. Мне нужно немножко их прокачать всех хоть как-то. Для этого будем отдыхать здесь. Вот чуть-чуть. Вот. Султанат и ханство начинают войну. Это хорошо. Так, вот. У нас есть повышение. Так, давайте посмотрим. Если вы сейчас слышите на фоне звуки ударов, стук какой-то или еще что-то. Извините. Это соседи. У них прям жажда сделать наемный арбалетчик. Отпуск. Твою мать. Отмена. Я сейчас наемных арбалетчиков просто сделал. И отпустил после этого. Тут извините, моя ошибка. Я с дуру не то нажал. Так, охотницы, воительницы. Хорошо. Готово. Да, извините, пожалуйста, за этот стук. Стук все-таки. Я не могу. Так. Наемный арбалетчик отдать. Чамур. В Чамуре уже сейчас сидит сто... Сто тридцать восемь человек. Да, в основном это всякий сброд, который я туда набросал сейчас буквально за пару минут. Но здесь очень много компаний, которые ездят. Но я не хочу терять тех, кто ездит с большим количеством пленных. Они мне понадобятся просто, эти пленные. Плюс я все еще надеюсь, что и Чамур отдадут мне, и Курал мне отдадут. Если это действительно будет так, то в принципе, в принципе, у меня будет пять городов. Пять городов это очень много. С учетом того, что в нашем государстве их всего шесть сейчас. Это, считай, те два, которые я захватил. Нет, вру. Семь, семь. Учхала забыл. Забыл Учхала. Ну, да, есть тоже. Так, давайте посмотрим. Восемнадцать на сорок. Не люблю я своих соседей за то, что они решают делать ремонт каждый день. Серьезно, каждый день одно и то же. Они делают гребаный ремонт. Постоянно, последний месяц уже. Причем ремонт, знаете, не косметический. Типа, мы переклеили обои и все хорошо. Нет. Это ремонт... Мы сейчас будем сверлить дырки, а потом в эти дырки мы будем забивать камни. Я не знаю, что они делают там. Просто невозможно слушать. Надоело это уже. То есть я все понимаю. Ты там хочешь сделать ремонт. Тебе нужно сделать ремонт. Или еще что-то. Но имейте какую-то совесть, что ли. Во-первых, каждый день эта херня. И уже на протяжении месяца. Если не больше. То и больше уже, чем месяц. Это уже очень конкретно так выбешивает, честно. Нет, не в обиду людям, но... Надо же как-то иметь границы какие-то. Каждый день ремонт. Каждый день, блин, каждый. Надоело. Не могу уже. Ладно, извините за этот спич боли, так сказать. Все, мы закончили с ними. Я забирать у них вряд ли кого-то смогу. Трех человек, насколько помню. У меня три свободных места. Да, три. Давайте еще трех крестьянок заберем. Самих бандитов позабираем. Так, готовы к повышению. Хорошо. Воительница. Арбалейчик. Мало-мало-мало-мало. Нужно, чтобы больше было. Просто чем больше я смогу сбросить в гарнизон, тем лучше. Да, могу еще этих бандитов отдать. Ладно, давайте лагерем встанем. На жизнь продолжить. Почитаю просто информацию. Все. Книжку я дочитать успел. Итого у нас одна. Две воительницы. Погонщик. Арбалетчики. Шикарно. Десять человек. Крестьянки. Восемь охотниц. Десять арбалетчиков мы сейчас сдадим. В гарнизон. Отдать. Десять человек. Шикарно. Погонщики. Да, отдадим. Следопыт. Отдадим тоже. Черт с ним. Ладно. Итого у нас девятнадцать. Девятнадцать. Почему? А, было сорок четыре. Стало сорок пять. Как удобно. То есть девятнадцать человек мы можем еще взять. Давайте искать, кто у нас тут ездит. У кого есть люди. Кого мы можем убить. Ограбить. И забрать у него пленных. Так, тут четыре. Один. Мало. От. Тридцать пять. Кто у нас тут всадник? Крестьянка. Крестьянин. Нормально. Этого нам должно хватить. Известность пять. Ну, такое. Зато немножко очистим от степных бандитов. Потому что... Что-то их реально много. Еще чуть-чуть и они, я так понимаю, будут уже на этих... На караваны нападать. Так. 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 Застряли в лошадях и не смогли. Поэтому слезли с лошадей. Так. Давайте еще. Так. Остался один, он убегает. Ну, как бы логично. Это степные бандиты, они не самые верные ребята. В общем, любят они поубегать. Так. Лучник Вигир. Всадник Вигир. Тринадцать следопытов. Давайте сделаем следующим образом. Вот так. И... Вот так. И забираем вот этих. Серьезно, они теперь сверлить начали. Ну, что за люди такие? Кошмар какой-то. Так. Готовы к повышению. Давайте повышать. Воительница. Маркетанка. Стражник. Ну, такое повышение на самом деле. Давайте сдадим вот этих. Кто у нас тут? Всадник Вигир отдать. Да. Вот девять их теперь тут есть. Лучник Вигир. И хочется, и колется, как говорится. И хочется его сдать. И смысла особого не вижу. Потому что лучник Вигир, конечно, хорош. Но снайпер Вигир лучше. Ладно, давайте снайпер пока побудет с нами. Во-первых, мы заедем, возьмем еды. Потому что я не уверен, сколько у меня еды. Ну, у меня еда есть. Но все равно давайте еще. Еще хлебушка немножко накупим. Ой, мед есть. Вообще шикарно. А вам вот это могу продать. Берите. Ваша будет. И вот этих лошадок. И вот это оказалось мне не очень нужным. А, все. Книжку я могу у тебя продать. Все. Книжку мы сдали. Лагерь. Принять чтение. Подождать некоторое время. Читаем книжку, ждем. Нам нужно... Так. Да, забирайте. Вы получили сообщение от вашего правителя. Когда меня в высшей степени порадовали известия вашей доблести. При захвате Ичимур, ваша победа наполнила счастьем наши сердца. Кроме того, вы просили меня даровать вам замок. Но это было... Боюсь, я не могу себя наказать. Поскольку вы и так владеете значительно моему государству. 900 динаров для покрытия издержек вашего НГА. А Ичимур я отдам графу. Согласен. Со мной плохо обошлись. Править землю, выключая Чимур от своего имени. Да. Можно... Могенович, что... Почему? Это правление. Теперь вы владеете землей от собственного имени и не связанной ни с одним государством. Это означает, что вы суверенный монарха. Ваш двор временно располагается в тир. А почему в тире? А не, скажем, в Ичамуре или правоне. Ну ладно. Так, хорошо. Давай, давай. Возможно, у тебя будет... Сначала назначите кого-то из вашей команды главным советником. Именно на него лягут заботы о делах государства. А, боже. Ты у тебя там, насколько помню. Ваш новый посланник. И бывает при вашем дворе в тир. Ваш следор... Помните, нарушение вопроса мог. Правильно. Назвать королевство Молгейм. Продолжить. Ичамур. Ичамур красный. Правен. Ялэн. Тир. Все замки. Окей. Хорошо. Едем тогда в свой замок. Султанат и Радокс заключают мир. Сразу вы видите, как быстро ребятки сделали. Хорошо. Денежка посыпалась. Так. Хорошо. Вопросов к вам нет. Мне нужно сейчас, во-первых, назначить своих ребят кем-то. Чтобы они правили кем-то хоть. Хоть кем-то. Наемные арбалетчики. Все-таки мне пригодятся. Охотницы. Маркеттанки. Стражники. Так. Мы пока сохранимся. Все, мы вышли из Радока. Задолбали, честно. Я ему еще... До вас дошли за то, что местная красота из Ризи. Деревня, на которую я притянут корону. Угу. Это не мое. На это можно пока забить. Почему в Тире? Я не понимаю. Тир не самый большой город, который у меня был. Эспир. Это что за... А, вот. Под Ялына. Так. Сейчас я буду пытаться как-то назначить своих куда-то. Что? А почему в моем гарнизоне в Тире так мало людей? Что за фигня? Ладно. Давайте сделаем по-другому. Арбалетчики. Отдаем арбалетчиков сюда. Это типа ушел кто-то или что? Рыцарь-Вегир. 14 человек сюда. Всадник-Сват. Лучник-Вегир. Готово. Так. Теперь. Замок. Так. Это кто у нас? Фарн. Бабы какие-то непонятные. Кто вы такие? Нуам. Тайза. Мирза. Артемия. Так. Обвинить наверно вас, Алла. Я хочу в управе Дотума. И желаю, чтобы вы стали мне служить. Я желаю, чтобы вы даром. Так. Правен. Чего? А что такое? Давайте. Ильве. Почему? А почему я не могу? Ладно. А если... Так. Извините. А если... А если вот так? Говорить. Почему я не могу назначить кого-то своим этим... Вассалом отдать свою землю? В чем логика? Я не понимаю. Друзей нет. Враги. Эмир Рейшен и Эмир Тархиас. Вы читаете книгу по названиям о науке и механике. Хорошо. Рейшену прям не нравится, что я рядом с ним был. Тем более, что я разбил его армию. Хорошо. Хорошо. Давайте в замок. Окей. А, у меня типа не было... Так. Окей. Вопросов нет. Теперь я типа могу назначить, да? Ай, не предательство. Гизим. Лорды. Одному из засалов. Лорд Мормон. Поняли, да? Если я назначаю кого-то, то следующие просто уходят в злобу такую. Типа, куда вы что? Ему кто? Он не достоин. Вассалов. Эмир за фарнаан. Тэда шесть. Лорд Мормон. Я просто каждому сейчас назначу по... Хотя бы по две деревни. И пускай как хотят, так и крутятся с ними. Как мне тогда накинули. Пару деревень и такой... Да, чё хочешь, то и делай. Дальше там просто уже смысла нет. Эмир за... Нуам. Запомнили, у кого лучше всего? У Нуама, блин. Все остальные какие-то мрази. Так, хорошо. А Радагир, я могу кому-то отдать? Да, могу. Нуаму. А кто Мормон... Эмир за у меня лучше всего... Хуже всего, точнее. Одному за... Эм... Правен. А ну Эмирзе. Одно. Продолжение следует... Угу. Угу. Держит. Держит. До свидания. А ну улыб disadvantages. Существует. Суще. Суще. Каждая маразота получила. Ха, вот скотина, а. Сразу, вы встречали мою дочь? Так, ну в принципе, что еще можно сказать? Я надеюсь, что эти придурки не разобьют все мои надежды и мечты о светлом будущем, об свои тупые головы. И в конечном итоге у меня будет сильное королевство. Гарнизон. Пока все. Ну, на данный момент давайте мы передохнем, продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok